На Ходорковском кровь вообще, поэтому какое у меня может быть к нему отношение? К людям, на которым кровь, у меня отношение негативное. То есть бизнес бизнесом, что он воровал, укрывал, это его проблемы. Кто у нас без греха? Не без греха. Я сидел с людьми на этом спецблоке, вот как раз с киллерами по нефти. По убийству Петухова мэра Нефтьюганского? Да, Владимира Петухова по нефтьюганскому. Вы знаете, я сидел с ними, я разговаривал с ними, я сидел с ними достаточно долго. Плюс я с несколькими людьми этими, по этому делу. Плюс я читал дело уголовное, потому что, когда дело закрывается, в камеру передают тебе копию уголовного дела, чтобы ты мог с ним знакомиться. Они мне давали читать это дело. У меня сложилось четкое впечатление, что все, что вменяется Ходорковскому, это правда. Что были убийства, связанные с ЮКСом. То есть, вот это мое личное мнение, оно у меня совершенно определенное и ясное. Слово, что я разговаривал еще раз с людьми, уже к этому моменту... Что рассказывали люди? Понимаете, поражает даже не то, что рассказывали... Кто эти люди были, которых рассуждали? Да, поражает даже во всей истории полное, вот понимаете, детали. Могу сказать в камеру, никого не бойтесь, нет у нас никакой мафии. У нас вообще, это бардак этот, как мне говорили, мой сокамерник, бардачина, она везде, на всех улицах. Что там, что там. Да. Вот как происходило убийство мэра Нефтьюганска. Начинает заказы, да? Вот вся последовательная цепочка. Невзвен. Вызывает Пичугина. А Пичугин, это его, он сейчас тоже получил, руководитель службы безопасности. И говорит, что надо разобраться с этим, так сказать, мэром. Ну, вероятно, Невзвен представляет ситуацией, что у этого крутого ФСБшника, он сейчас вызывает таких же крутых вообще, еще более крутых профи, которые там все решают за два счета. На самом деле, этот Пичугин звонит своему приятелю в Волгограде, какому-то мелкому жулику, и говорит, надо найти кого-нибудь. Этот находит какого-то своего приятеля, какого-то мелкого уголовника, вот с которым я сидел. Вот именно с ним сидел, да? Этот уголовник, да, находит еще своего приятеля, которого уже никто не знал, ни Пичугин, ни этот. И они берутся это выполнять. А какая сумма была обозначена за устранение? Далее про сумму. Была выдана сумма 200 тысяч Пичуя этим самым, Невзвеном. Но до исполнителей дожило по 3 или по 5 тысяч, я не помню. Все остальное разворовали по дороге. В результате этим исполнителям не на что было купить оружие даже. Они поехали с каким-то сломанным автоматом, который никуда не попадал. В общем, они говорят, ну дайте нам хоть денег, чтобы нам купить хоть какое-то ТТ, что-нибудь хоть нормальное. Нет, денег нет вообще. Потом, как выяснилось, все украдено было по дороге. Причем, самое поражает во всей бессмысленность этого, потому что сели в итоге все. И все, кто украл, все посредники, все сели. Но они что, не понимали, что из-за этих возьмут, то сядут все. Все равно. Главный украинский. Ну и самая главная жизнь человечества, в общем-то. Они приехали в этот, нефтьюганск. Говорит, мы стали за ним следить. Вот нам показали этого человека. Смотришь, он с какой-то охраной. Куда-то в мэрию заходится. Я, говорит, подхожу к бабе какой-то, говорю, слушайте, а кто это вообще? Он говорит, как кто? Это наш мэр. Я, говорит, там с этим связывались. То есть, когда был делан заказ, даже не знали. Да, я, говорит, с этим связывались. Только втажайте показали, и все. Да, как же так вообще с жимэром? Он говорит, а какое тебе дело, мэр это или не мэр? Тебе заказали, ты исполняй вообще. Зачем ты вообще стал выяснять, кто это? Понимаете, вот уровень этого бардачина вообще. В итоге, он говорит, что на автомат этот, говорит, ну поехали для проверять. Я, говорит, попадаю на какой-то там суперспортсмен, говорит, с какого-то там куда угодно, там с какого угодно расстояния, то я стреляю, пуля туда уходит, туда. То есть из этого автомата исполнять нельзя вообще. Ну мой подельник говорит, левать вообще я буду стрелять. Причем подельникам передавали по телевизору, что это какой-то спецназ там какой-то. Какой спецназ, он был же из Тройбатовицы вообще. То есть это подельник вообще. Короче, этот подельник, вот они исполнили этого самого. Петухова. Петухова, да. Потом они и же исполняли этого, еще Рыбина. Ну там был Рыбин, это тоже громкое дело, он там был должен Юкосу. То есть Юкосу у него были должны какие-то суммы, его решили убрать, чтобы не платить. Там в результате два покушения, оба неудачных. Сам Рыбин выжил, но там... Так же Невзлин вызывал, да? Вот этот мне говорит следующее. Вот этот, я опять говорю со слов, что он лично видел Невзлина и Печугина. Вот он лично их видел. Ходорковского он не видел. Когда они исполняли мэра нефти Юганска, им сказали, что они молодцы и хорошо, что исполнили именно в этот день. А именно этот день был день рождения Михаила Борисовича. Там еще убили женщину, причем еще один из эпизодов, третий эпизод. Убили женщину, Корнеева, насколько я помню. Владелец там была, вот там вот пример того, что такое было с Юкосом. А эта женщина, она была владелец магазина чая на Покровке, насколько я помню. Так вот, вообще, там решил... А это помещение потребовалось Юкосу. И они ей предложили все, что она хотела, чтобы ей дали равноценное помещение. Там цена вопроса сотка, 100 тысяч долларов. Вообще всего-то была. Для Юкоса это копейки. Но они уже настолько были великие и настолько они были крутые, что они не захотели ничего платить, не предпочли ее убить. Причем он там на уровне так все было исполнением. Приехали. Он говорит, я разговаривал потом с этим. Шеф там, кто был за рулем, этот был полупьяный, там еще выпал стакан водки, поднялся и уехал. Потом упустился, говорит, все, поехали. А происходило потом, как по материалам дела, все так, что он поднялся. Там как раз они... То ли он позвонил, то ли они как раз были около этого, около квартиры эти выходили. Он ее застрелил на глазах у мужа. Муж сказал, молчи, сел и уехал вообще. То есть вот это за 100 тысяч долларов. Ну, как к этому относиться? К тому же Ходорковскому после этого. Мало того, эти люди говорили, что деньги исполнителям и посредникам мог выдавать отец Ходорковского. То есть он мог быть вполне в курсе. То есть это всплывало, кстати, в процессе следствия и тогда вызвало ужасающие резонансы в обществе, взмущение всеобщее, что вот, мол, обвиняешь, и чуть ли не крестный отец. А, между прочим, удивляться совершенно нечему. Если Ходорковский всем этим занимался, то почему бы отцу его и не быть в курсе? Я, короче говоря, лежу на диване и смотрю телевизор. С этого балкона они спускались. Не с этого, а с верхнего, да. Веревки спустились туда, да? На трассе, да. Ну, я посмотрел, что спускаются. И пошел отдыхать, ждать. Пропарик в район наглый вообще совершенно. Я никогда в жизни не надевал париков. Он ничего не говоря, бьет мне прикладом в живот. Я падаю, он нажимает на кнопку первого этажа, лифт со мной вместе, опускается. Продолжение следует...